Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Франсуа Жозеф Хейн. Французский художник, известный в частности своими историческими картинами и портретами. Родился в Биллфорте 16 декабря 1787 года. Я пользуюсь Википедией. Его отец был профессором рисования. Хейн Врана провел себя в Центральной школе Старасбурга, а в 1803 году поступил в студию Винсента в Париже. Был сокурсником Горацио Верне. Занял второе место на римской премии 1806 года. В 1807 он получил первую премию, а в 1812 выставил свою картину «Прибытие Якова в Месопотамии», находится в музее изящных искусств Пордо. Выставил эту картину в салоне, где она принесла ему золотую медаль первого класса. Снова был награжден золотой медалью в 1817 году, когда выставил вместе с другими работами святого Иоанна. В 1824 году он выставил свое огромное полотно «Резня евреев» находится в Лувре. Хейн был награжден Орденом Почетного Легиона. Получил многочисленные заказы королей Людойка XVIII и Карла X. Слава пришла к Хейму, когда Карл X награждал художников, и он считался художником, назначенным бурбонами. Хейму было поручено украсить галерею Карла X в Лувре. Вскоре после чего он начал серию рисунков знаменитостей своего времени. Его оформление конференц-зала Палаты депутатов было завершено в 1844 году. На выставке в 1851 году произошло нечто вроде поворота мнений в его пользу. Были признаны его способности рисовальщика и отдельные достоинства его композиции, а терпимость распространилась даже на его цвет, так написано в Википедии. Во времена Второй империи популярность Хейма возродилась. Он был назначен президентом Академии изящных искусств в 1853 году, и имел большой успех на всемирной выставке 1855 года с работами Иуды, Маккабея и битвой при Ро-Роа. Хейм был награжден большой золотой медалью в 1855 году, прислав в салон не менее 16 портретов. Был произведен у офицера Ордена Почетного Легиона. В 1859 году он снова выставил любопытную коллекцию портретов 64-х членов института, расположенные группами по 4 человека. Поэт Бодлер восхищался его набросками за их изумительное понимание того, как люди корчат рожи. В музее Страсбурга хранится превосходный образец его станковых картин, сюжетом которых является пастух, пьющий из источников. Он также оформлял бурбонский дворец и отель «Де Лассей». Жан-Пьер Кузен, куратор картины «Лури», назвал Хейма, возможно, последним представителем во Франции того, что можно было бы назвать традиционной живописью, и, как таковой, несколько неуместной в середине XIX века. Бодлер назвал его выдающимся художником, искателем, которому не хватает гениальности всего на миллиметр или миллиграмм чего-либо. Умер художник 29 сентября 1865 года, похоронен на кладбище Монпарнас. Вот так, вкратце, из переводной википедии о Франсуа Жозеф Хей, французском художнике, известном в частности своими историческими картинами и портретами, данные из википедии. Пока-пока, до свидания.